Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня у нас с вами очень важный гость из Парижа. Наш с вами бывший соотечественник, который родился в бывшей Литовской Советской Социалистической Республике. Зовут его Vitautas Kinderis. А ныне он координатор в Париже находящейся организации Международного Союза Железных Дорог. Координатор по стандартизации, если не ошибаюсь, а также по взаимоотношениям между Востоком и Западом. Я ничего не перепутал, Vitautas. Добрый день. Добрый день, Михаил. Все практически корректно. Я хочу, в первую очередь, хотя бы поблагодарить господина Юницкого Анатолия Дардовича за приглашение. Это было, на самом деле, очень интересно. К этой идее я пришел несколько недель назад, потому что я представляю Международный Союз Железных Дорог, который объединяет более 250 крупнейших железнодорожных компаний мира. Мы занимаемся разработкой документов стандартизации, документов по исследованию железнодорожного транспорта. Я думаю, то, что я здесь увидел, это находится очень близко к этому транспорту. Если употребить английский термин, это Rail String Transport. Это как раз смежные, я бы сказал, направления. Учитывая потенциал этой идеи, я бы сказал, что он предлагает, эта идея предлагает новую религию, новую концепцию жизни или выживания человечества. Если не вдаваться в технические подробности особые, я думаю, что данная идея, так как мы являемся своего рода игроками и заложниками, может, мы пришли в этот мир нашей цивилизации. Здесь существуют определенные правила. Для того, чтобы быть определенными правилами, в том числе рынка, для того, чтобы быть востребованным, признанным на этом рынке, мы должны все подчиняться и уважать правила входа и взаимодействия на этом рынке. Именно наша организация обеспечивает эту базу, этот фундамент. Это называется стандартизация, это процессы, потом они используются в сертификации, потом они используются в процессе взаимопризнания. Поэтому я подумал и проверил, существует на каком основании в нашей цивилизации данная прорывная технология имеет место быть. К сожалению, на данный момент в чистом виде стандартов по рельсострунному транспорту я не обнаружил. Естественно, мы можем использовать какие-то строительные нормы, безопасности, все что угодно. И для того, чтобы обезопасить и обеспечить прогресс и более легкое продвижение, вероятно, сторонниками, а потенциально я чувствую, я сам себя почувствовал некоторым сторонником данной идеи, данной технологии, я думаю, нужно заложить фундамент такого технической поддержки, технического регулирования сюда. Поэтому в данный момент мы с нашей командой еще не готовы выйти с формальным предложением официальным для компании Skyway, для разработчиков, для носителей этой идеи, но мы рассматриваем возможность, скажем, на платформе нашей ассоциации либо на какой-то международной платформе создать именно структуру, назовем это платформой рельсострунного транспорта, на котором должны быть собраны разработки, ноу-хау, нормы, стандарты, в конечном итоге должны разрабатываться, ложиться, обеспечиваться, сопровождаться. И не только то, что я здесь увидел на этапе конструирования, на этапе производства, в том числе на этапе эксплуатации, а после этого сопровождения и технического обслуживания данных систем. Я думаю, вот именно то, в чем сегодняшний железнодорожный транспорт вообще в мире, а рельсострунный в том числе, может проигрывать железнодорожный и где здесь может сразу задел сделать на будущее ваша технология, это уже сегодня задуматься о том, что даже после проектирования производства, выпуская внедрение на рынок, эту технологию, эти компоненты промышленные, мы должны будем их эксплуатировать и обеспечивать их функционирование. Эта деятельность уже давно решена в области авиации, автомобильного транспорта, морского транспорта. Эта деятельность решается и в железнодорожном транспорте, эта деятельность еще не решается в рельсострунном транспорте, поэтому вот эти два вида смежных транспорта, они во многом из-за некоординации данных этапов проигрывают конкурентную боеву. Имея данный опыт, я просто хотел вам предложить об этом задуматься. Со своей стороны мы подумаем, какие необходимые шаги, чтобы этот пробел восполнить. И надеюсь, в скором будущем, после определенной экспертной дополнительной оценки, возможно сформулировать конкретные предложения для технологии SkyWay. Спасибо большое. Я не сомневаюсь, что с вашей помощью, с помощью вашего международного союза, мы обязательно одержим победу в этой нелегкой борьбе и выйдем на мировой рынок и завоюем свою его часть, даймем свою нишу. Ваше собственное мнение, после того, как вы посетили производство, после того, как вы увидели испытание Unibike в экотехнопарке, а также после того, как вы увидели уже готовый к испытаниям Unibus, промышленный образец которого стоит прямо за нами, который вот уже немножко приоткроем тайну, через несколько дней будет испытываться в экотехнопарке, ибо путевая структура, километровый участок, уже готовы, вы это видели. Да. Так вот, ваши личные впечатления после того, как вы все это увидели в действии? На самом деле я познакомился несколько недель назад, в начале апреля. Я оказался случайно по приглашению моих друзей на конференции компании SkyWay, технологии SkyWay в Париже. Я с любопытством посмотрел на это. После этого я подготовился к данному приглашению посетить этот. И на меня произвело очень положительное впечатление. Конечно, сам этап развития, на каком этапе мы уже находимся, я вижу, что уже можно усовершенствовать. Мы уже разговаривали с юдинским, какие этапы идут дальше, в каком темпе это все происходит. Я думаю, что слово «подходящее», то, что я увидел, то, что я испытал, должно звучать очень просто. И, наверное, это простое слово «убедительно». Спасибо большое. Меня еще, как по первому образованию переводчика, весьма интересует вопрос, который вы затронули, что вслед за этим этапом последует также и выработка терминологии и перевод ее на целых 12 языков. Я объясню. На самом деле любые стандарты, мы понимаем, они могут быть востребованы, если только их понимают люди. И чем более в доступной форме, в более лексической доступной форме это предоставляется, это не просто даже вопрос понятийного процесса. Дело в том, что когда мы не просто общаемся на дружеском уровне, скажем, бытовом уровне, в туризме, это один вид перевода. Когда мы говорим об очень сухом техническом языке, мы сталкиваемся с вопросом критического понимания процессов физики, механики, сапрамата, математики и всего что угодно. Поэтому наша ассоциация занимается именно одним из направлений, и это разработка единой многоязыковой железнодорожной терминологии. Мы имеем специально автоматизированный словарь. Но возвращаясь к вопросу о возможном учреждении такой платформы, рельсо-струнного транспорта, естественно, нужно заметить, что, имея такой опыт, мы могли бы, как говорится в английском шеринге, поделиться им в том числе, и даже может создать отдельный продукт, либо его объединив, потому что это станет неоценимым инструментом ежедневного общения и работы специалистов транспорта разных национальностей. Нас разность, многообразие, богатство культуры, особенно языковой, не должно разъединять, оно должно нас объединять. Я заметил, что ваша технология будет объединять континенты, острова и государства. Задача нашей организации — объединять менталитеты, возможно, культуры и, возможно, души людей в том числе. Мы можем считать этот день началом создания подобного словаря, терминологии. Я даже предлагаю два первых термина на вашем родном литовском языке. Это «юнибайкас» и «юнибусес». Ну, я скажу, это достаточно удачный, вольный перевод, скажем так. Завершить наше интервью хотелось бы надеждой и даже уверенностью в том, что, имея такого, теперь уже не побоюсь этого слова, союзника, в Международном союзе железных дорог мы обязательно победим. Спасибо вам, Витов, за прекрасное интервью. Спасибо большое за визит. Спасибо. Спасибо. Спасибо.